доброе доброе прекрасное утро вы знаете почему она прекрасна потому что у меня сегодня выходной выходной как ваше настроение ты ты совсем потерялся и в ютюбе до честно говоря это столько работы столько этих событий всяких интересных что даже вообще не до камеры вчера вечером перед сном лег включил некоторых блогеров которых раньше смотрел которыми вроде были интересны понял все херня полный вообще все одно и тоже изо дня в день я понимаю что у всех одно и то же но там были чё почему в чем прикол вообще и ведь вы смотрите это в чем прикол отсутствие занятости у вас что вы это смотрите куча свободного времени у них что не зато говно снимают из-за дня в день по 100 влогов короче потерялся мне интерес к ютюбу вообще что мне тут как у цуганки сыры намотал намотал до распутать короче доброе прекрасное утро а влог который был с анитой я его закрыл потому что извините потому что он попал из-за музыки короче его закрыли во многих странах чтобы вы понимали за 7 за 17 часов он набрал всего 700 просмотров я его закрыл это почистить может музыку поудалять мне даже этой ленте честно я пока просто закрыл вот в общем надо вставать пить кофе и ехать идти и ехать блять идти снова в спортзал доброе утро боли не пойду не хочу уже это море на этим не зря говорят местные жители не ходят на море ну потому что что там делать вот доброе утро встаем встаем время 7 40 носки кин и валяется погода сейчас просто не знаю самое кайфовое стало просто самое кайфовое ощущение летом россии вот не больше не меньше с ветерком таким легким прохладным но тут таким даже теплым ветерком не жарко не вот нет нет вот этой бариловки блять безумный вот сейчас самая крутая погода в дубае самая кайфовое поэтому сейчас самый дорогой сезон сейчас самые дорогие отели самые дорогие перелеты в это время потому что кайф просто кайф погода вот сейчас и гулять хочется и спортом заниматься когда жарище написали дубай что мы за крышу сделали добора степич не пойду я сюда не хочу тут буду зал скажу уж куда поеду рита прилетела кстати тела рита вчера прилетела все и у кого сняли квартиру далеко далеко от меня на метро можно доехать у нее дома тоже возле метро возможности на равном микрофон да дует ветер сегодня будет семинар какой-то на работе два часа она сказала я свободна вот поэтому наверно все среди пересечемся погуляем посмотрим и это и начале декабря рита приезжает приехала на пмж работать в прадо будет работать в дубай моли мы объединяемся все дороги ведут дубай начинаете цвет стрижки даже хочу еще короче постричься за чего хочу когда мне будет плант total стричься очень коротко коротко стричься а когда будут они отрастать корешочки и стрижка будет стильно модно молодежно все как я умею дайте пить кофе а катя ухмана умерла кстати кто не видел кто не видел я сейчас покажу фоточку вам покажу на окрашивание приходила конечно многие у меня тут не в спорте поэтому не знаю кто такая у нее почти 4 миллиона подписчиков на балкон будет буквально теплее чем в доме но вот мы с катей покрасил ее нет красивый катя умеет фоткать блогер чурить засвечивает так все 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 показал показал катюми в кресле катя пришла выставила меня и мне в инстаграме добавила 600 человек за вечер 600 вот что значит активный блогер у которого активный блогер прикиньте 600 человек я вам хочу сказать что это редко от какого популярного человека может прийти столько за один вечер человек тебе узло прилетает и это ее подружка тоже блогер знаменитая и дали мой номер хочу что наберет сказала давайте пить кофе все выпил уже чашку кофе и вспомнил про вас ребят вы ушли мне из привычки вы ушли мне из привычки кстати не вчера игорь прислал с вам покажу что будет вот здесь вот эти две полосы вот эти две что будет здесь вы сейчас офигеете я вчера ночью кстати проснуться выпил почему-то 3 3 стакана воды но перед сном я съел суши мне кажется что я отек да и пофиг вообще где игорь мне чего прислал я кстати в дубае все иностранцы называют юджин никто не может сказать евгений женя вообще я один раз сказал что назовут женя женя я говорю я антики типа вуменейм вот типа почему женя представляете и вот они меня все называют юджин и все блин и уборщицами в салоне называют меня юджин и а евгений они вообще не могут произнести юджин вот так вот мое второе имя юджин так где игорь сам покажу слышу голос из причинского видео услышал увидел в этом в этом какого в инстаграме где детство где показывают ковры на стенах эти люстры которые были у всех часы которые тоже были у всех в залах веселья было написано так хочется вернуться в детство на миг типа где молодые родители где живы все родственники и типа и впереди светлое будущее слышу голос из прекрасного далекого так куда он написал игорь игорь а у меня написал с московского точно смотрите просто сейчас офигеть сейчас перейду камеру покажу вам короче вот они вот эти яхты вот они две пол полосы стоят видите с зачищенной уже территорией вот это будет выглядеть вот так вот такой будет стоять дом это не яхты еще раз покажу вам вот и давайте покажу картинку вот этот дом вот так будет стоять вдоль этих яхт вот они видите это будет вот так стоять короче вот так то есть дом будет стоять вот здесь вот этот вот так вот будет стоять дом а вот здесь будут типа маленькие стоять домики вот они вот такие вот вдоль этой дороги и вот туда будут выходить прикиньте какой красивый будет дом с бассейном вот этой с крышей такой вот очень круто кто там говорил что у меня тут бетонный блять у меня тут красота будет блять будете еще больше завидовать те кто завидует еще я заметил у иностранцев еще я заметил у иностранцев очень важно чтобы ты обращался к ним по имени представляете так прикольно то есть они прям они прям радуются когда их по имени называют не знаю может не блять такие иностранцы хер он знает девочки не падайте не падайте берегите себя сейчас вы опять упадете где селфи палка вообще кстати я даже уже не знаю где селфи палка я так редко все это делал слышу голос из прекрасного я ездил в магазин в шопинг короче тут на днях купил себе офигенные джинсы короче вот они купил две пары сразу же черные ну мне же на работу надо черные вот они обычные абсолютно обычные джинсы но они так круто сидят девчонки и знаете что за фирма American Eagle не знаю короче купил две пары джинс купил где рубашка тоже офигенную рубашку а из Кати Усмановой был на фото с ней в этой рубашке черной просто офигенная просто пушечная и купил что-то я еще купил купил а купил кроссовки новые себе где они вот новые кроссовки себе купил офигенный просто просто пушечный я люблю New Balance вообще моя воля я бы вообще себе всю коллекцию купил я хочу сейчас это сейчас пятнадцатого числа еще одна будет зарплата ну там типа эти премии вот и пойду еще куплю себе парочку кроссовок таких стоят они здесь шесть тысяч рублей да шесть тысяч где-то что-то я еще купил я купил кроссовки купил джинс рубашку и я еще что-то купил а белую полуфутболку я еще и не носил сейчас покажу вам тоже джинс 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 по шкафчикам прячет мне надо сегодня еще поехать депотита поставить дурую прививку я не знаю где короче это селфи палка блять потому что я просто без очков ее не вижу дайте я не буду тратить влог на поиски селфи палки подождите дайте я ему напишу а потому что это мне прям неудобно подходит с рукой вытянутой сейчас секунду блять напишу ему ну все нашел сейчас вам покажу ой господи еще найти бы ее а секунду вот она короче еще не носил офигенно сидит просто офигенно все мышцы мышцы видно видно короче такая классная просто офигенская ну естественно я ее это мерил в джинсы в черный я их это короче я не ношу на распашонку я это все в штаны в штаны в штаны в штаны вот короче такие дела девочки мне начинает очень нравится дубай ну в плане того что я не мог перестроиться первый месяц вообще не мог зачем я все это придумал не мог перестроиться и знаете одно дело туристам прилетать а другое дело когда ты уже здесь впахиваешь с утра до вечера и как то это не мог знаете разделять работу от выходного знаете в москве я выхожу из салона все я забываю что у меня было в салоне начинаю отдыхать звоню Ане Игорю идем в ресторан бухаем отдыхаем не знаю в сербор ходим еще что то то есть я умел как то разделять здесь не получалось здесь просто 24 на 7 думаешь думаешь о работе думаешь думаешь и вот только вот сейчас наверное как неделю а может быть даже меньше я научился разделять работу а все я выхожу из за порог работы все мне вообще не интересно что там на работе что происходит что не происходит сейчас помню твои губы сладкие как видно что там такое помогите еще сидеть смотрите так еще чашечку кофе легкий завтрак прям легкий тоже протеин выпил опять купил протеин короче уже четвертая банка протеина вот этого просто бомбически четвертая уже наверное за полтора месяца целый один раз только пил из него тут вчера купил по спортзалу шел как вам круто отдохнули на премию вот реально отдохнули с Анитой когда я был мы короче с Сушей напились ну как напились выпили много виски ну как бы я в адеквате уехал вот нас пригласили на автопати а ребятам нужно было уже улетать через два часа ну короче я говорю я тоже не пойду без вас на автопати Анита с сыном пошла на автопати короче очень классно блин такие эмоции блин я говорю так клево прилетайте чаще вот в общем короче это я думаю на этот телефон я снимаю а то может быть на другой уже что будем с вами завтракать где у нас есть один второй так прийти на балкон прям хочется воздухом подышать я открыл окно выключил кондиционер мы живем под кондиционером только исключительно вот наверное только выходные свои открываем балкон проветриваем потому что днем на самом деле будет ну тепло хорошо будет сейчас прям кайф до сих пор не купили сюда стол и стулья надо это сделать уже потому что реально хочется сесть ноги закинуть даже чашечку некуда поставить здесь будет такая погода классная чем дальше тем лучше а может даже уже будет даже прохладно вот и прям посеять на балконе ну а еще было бы благодать кайф же а кто спрашивал по поводу горящего дома на даунтауэн ну это понятие человеки говорят жертв не было как загорелось тоже непонятно фотографии эти облетели весь интернет я не знаю это в другом районе это где-то где бурж халифа это в центре там где Игорь работает вот не знаю Игорь видел не видел или это выходные не видел ну как так девочки мальчики предлагаю расходиться мне хочу переписываться там потупить посетить в телефоне с умными с умными людьми и это и в спортзал надо идти мне надо идти в спортзал еще перекусить надо что-то и идти в спортзал все я вас люблю целую если что я вернусь если нет то ставьте лайки не забывайте вот то видео с премии диафа почищу уберу музыку уж там так много музыки не знаю что это получится если там много вырезать придется то может быть даже не буду больше заливать это видео вот если получится то его снова обнародую я вас люблю целую не забывайте ставить лайки пока пока